Астрономы впервые получили прямое изображение тени сверхмассивной черной дыры и ее джета. Наблюдения велись за галактикой М87. Это удалось сделать при помощи глобального радиоинтерферометра из телескопа, расположенных на разных континентах. Статья опубликована в журнале Nature. Вот когда астрономы получают прямое изображение тени сверхмассивной черной дыры и ее джета, это невозможное событие. С точки зрения логики, физики, математики невозможны такие объекты, как черные дыры. Если идти дальше, то невозможны и такие объекты, как ее джеты. Давайте послушаем. Полярное струйное течение или джет, часто наблюдаемое в космосе явление, когда из компактного объекта вдоль его оси вращения выбрасываются потоки вещества. Причиной обычно служат динамические взаимодействия внутри аккреационного диска. Когда вещество спускается со скоростью близкой скорости света, такие течения называются релятивистскими струями. Зачитали такую дозу релятивистского бреда. Зачитаю еще. Полярное струйное течение или джет, часто наблюдаемое в космосе явление. То есть мы зырим в космос, смотрим в космос, вгрядываемся в космос и там часто наблюдаем джеты. Давайте зайдем в Яндекс в картинке поиск. Все джеты, которые нам выдает Яндекс, это фотошопы. Ну это реально фотошопы. Вот чтобы вещество со скоростью света откуда-то выфрундивалось, это технически невозможно. Мы показывали уже пример релятивистского бреда, когда у нас возгонка хвоста комета объясняется выфрундиванием. И была такая картинка, дырка такая из кометы выфрундивается. Вот они, ну у них часть замыслов непостижима по своей ректальности у релятивистов. Ему надо вот выфрундивать все. И вот космический джет, он выфрундивает вещество, ну по версии релятивистов придурочных, когда из компактного объекта вдоль его оси вращения выфрундиваются потоки вещества, выбрасываются. Надо заметить, на выфрундиваются. Причиной обычно служат динамические взаимодействия внутри аккреционного диска. Берем кучу слов и рисуем фантастическую картину. Ну вот представьте, да, вещество, вещество, это не частицы, да, вещество выфрундивает. Тут написано вещество. Просто представьте, вы стрельнули, да, из крупнокалиберного ствола. Пулечка такая полетела, сколько-то там метров в секунду, да. Представьте, что вещество на постоянной основе выфрундивается из какой-то дырени со скоростью, сопоставима со скоростью света, близкой скоростью света. Ну, технически невозможно, ребят. Просто само по себе. В нашей Вселенной воздействия распространяются на площадь, во все стороны. У нас во Вселенной, вот, ну, есть там какие-то водопады, которые текут по руслу, да. А чтобы из космического объекта выфрундивалась через дырень, это вот та жопа, через которую выфрундивается вещество джета, она должна быть из очень стойкого материала, потому что, истекая со скоростью света, там, ну, никакая поверхность. Ну, скажем, сжать вещество для того, чтобы оно выфрундилось. Или найти такой физический процесс, чтобы обеспечить это физическое явление невозможно. Вот, грубо говоря, по физическим проявлениям и джеты выфрундивающие, и эти космические задницы, анусы космические, которые выфрундивают вот эту вот всю бредятину. Черные дыры технически невозможны, их нет. Вот те, кто вам рассказывает о черных дырах, это жулики. Вот человек, рассказавший о черной дыре, это жулик-мошенник. Технически черная дыра невозможна, потому что невозможно искривление пространства. А если нет самого этого явления, рассказывать о нем, это мошенничество. И джет, это мошенничество. То есть, все вот эти релятивисты, кроме мошенничества, нам ничего для нашей цивилизации не предоставили. Ну, только вот эти вот картинки, фотошопы выфрундивающих джетов. Вот, давайте их посмотрим. Ну, это, наверное, полезно, да? Картинки сами полезны. Ими можно там, ну, на них можно на стену посмотреть. Ну, блин, тоже опасно. На стенку приклеят такую картинку, потом дети заразятся релятивистом, релятивизмом. Это вот такая печальная, это Россия, 21 век, это планета Земля, 21 век. Идиоты выфрундивают джетами вещество в космос. Нигде, кроме как воображения больных релятивистов, этих объектов не существует. И если дебилы пишут, часто наблюдаемое в космосе явление, надо так и понимать, что это часто наблюдаемое в космосе головного мозга больных релятивистов явление. Это не про наш космос, это внутренний космос вот этих вот мошенников. С вами был Виктор Катющик, канал Научный Трибунал. Вот такую бредятину приходится обсуждать. Случайно. Виктор, спасибо. Некогда победитель столичных олимпиад физики и математики уровня техникума поступил в ХАИ, напорвавшись на Саватеевщину. Я предположил, что я провинциальный дебил и предпочел уволиться. Вы меня реабилитировали, к старости моей спасибо. Ну вот реально, люди. Кто такой победитель столичных олимпиад по физике и математике? Кто такой? Это смышленый подросток. Это человек, способный... Это старые времена, он говорит, что это уже возраст, да? Это смышленый человек. И тут он поступает в Харьковский авиационный институт, да? И напоролся на Саватеевщину. И понял, что он это своим мозгом больше понимать не может. Я так понял, он оттуда уволился, он там работал? Ну, или бросил обучение, может, уволиться. Может, он там лаборантом был и учился вместе. Там варианты-то, возможно, всякие. Ну, факт то, что захвачены, захвачены, имеет ни одно значение, значит, не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачено. Всякая возможность рассуждать друг с другом об действительности и самим собой, ибо ничего невозможно мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но, но, дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Телеканал «Наушный трибунал». Будьте с нами. Иметь ни одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачено всякое возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но, это первый закон логики. Но, 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 дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Наушный трибунал». Сосредотачивайтесь. Это права постепенно. Пмотреть самым секретом. Телеканал «Наушный трибунал» ОтED «Наушный трибунал». Растворю손 в отделе крыс. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон